Ветеран Леонид Мельников Ветеран Леонид Мельников А потом была долгая дорога до фронта в товарном вагоне. Война для Леонида Ивановича началась под Брянском. Он был разведчиком 35-го стрелкового корпуса 3-й армии. Ветеран принимал участие в битве на Курской дуге. Освобождал «Орел». И вот я там уже работал с физистом, как с физистом. Вот там, где порвется, там же катушки были, знаете, провода. Рвутся, бомбятся, порвется, солдат ходит, бегает и соединяет провода. Ну, пришлось, и под огнем даже она бывает полностью соединяет провода. Таким образом, мы 5 августа 43-го года взяли «Орел» и вступили на Белоруссию. Я прошел всю Белоруссию, от востока до запада. Леонид Иванович продолжил службу в разведке. Его задачей было обнаружить перемещение врага. Медаль «За отвагу» он получил за то, что определил координаты вражеского орудия, от которого и сам пострадал. А позже он был награжден орденом «Красной звезды» за обнаруженный в одном из сараев танк «Тигр». Ветеран принимал участие в штурме Кёнигсберга, встретился с союзниками на Эльбе и дошел до Берлина. После войны ему удалось завершить свою учебу в университете. Пошел учиться. Мне сказали, что сейчас есть новый институт. Ну, я сейчас настоящий юргу, а он раньше был механиком маршетерного института. Он находился в 11-й школе. У нас там было два всего факультета АТ и АТ автотракторный, АТ танковый. Два, помню, этих самых. Две группы АТ и один Т танковый. Вот весь институт. Леонид Иванович работал на заводах в разных частях Советского Союза. Участвовал в двух юбилейных парадах Победы в 2005 и 2010 годах. И до сих пор принимает активное участие во многих мероприятиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова